Зачем нужна девственность? Вопрос девственности волнует людей на протяжении многих тысячелетий. Тем не менее, мало кто реально понимает, зачем она нужна и почему она вообще есть. Попробуем разобраться. Несмотря на то, что под девственностью понимается отсутствие сексуального опыта в целом, основной сыр-бор происходит вокруг женской девственности. Всему виной гемен или девственное плево, которое во многих культурах до сих пор является мерилом женской нравственности и чести. Мальчиковую девственность анатомически измерить невозможно, поэтому она заканчивается тогда, когда случается первый секс. Девственное плево – это своеобразный щит из слизистой и соединительной ткани, расположенный между внешними и внутренними половыми органами девочки. Формирование плево у девочек начинается еще в утробе матери на седьмой неделе, а завершается только к пятому месяцу внутриутробного развития. Несмотря на известные мифы, щит этот не цельный, не литой. В норме в девственной плеве имеется отверстие – одно или несколько. Это необходимо для оттока менструальной крови. Отсутствие такого отверстия требует хирургического вмешательства. Девственное плево различается по толщине, высоте и эластичности. Также ее свойства меняются по мере взросления и изменения гормонального фона. Зачем нужна девственное плево – еще тот вопрос. Точного ответа ученые пока не нашли, но существует несколько версий. Одна из них – девственное плево – это эволюционный бонус, полученный в результате полового отбора. Мол, мужчины так хотели застолбить свою территорию, что женщины постепенно отрастили себе девственную плеву, чтобы быть более привлекательными для представителей противоположного пола. Тут речь идет не только о людях. Девственное плево еще имеется у шимпанзе, лошади, кита и некоторых других млекопитающих. Вторая версия. Девственное плево защищает неокрепшую юную репродуктивную систему от захватчиков извне – патогенных микроорганизмов, которые могут ей серьезно навредить. Она оберегает уникальный функционал женского организма до тех пор, пока он действительно понадобится. Несмотря на то, что с биологическими функциями до сих пор не все понятно, во многих культурах девственность играла и играет очень важную роль. В основном – отрицательную. И огромное количество женщин от этого страдает по сей день. Главная причина – отсутствие у большинства людей элементарных знаний о строении девственной плевы. Дело в том, что она далеко не всегда разрывается при первом и даже не первом разе, так как может быть эластичной и растягиваться. Кровь, кстати, тоже не всегда присутствует. Причина – особенности расположения кровеносных сосудов. Даже забеременеть возможно с неповрежденной девственной плевой. Тем не менее, далеко не во всех культурах наличие девственной плевы – это благо. Например, в некоторых областях Индии, Китая, от нее избавлялись еще до замужества или даже в раннем детском возрасте. Того же мнения придерживались коренные жители Камчатки и Филиппинских островов, а также некоторые индейцы Бразилии. В 2016 году международная команда ученых из Великобритании, Исландии и США под руководством генетика Джона Перри провела крупномасштабное исследование и выяснила интересный факт. Оказывается, есть связь между возрастом потери девственности и нашими генами. Всего таких генов 38. Изучив 125 тысяч геномов британцев в возрасте от 40 до 70 лет, исследователи пришли к следующим выводам. Люди, у которых есть гены, влияющие на более раннее половое созревание, а также гены, способствующие раздражительности, рискованному поведению и нарушению правил, раньше начинают сексуальную жизнь. Возможно, в будущем ученые найдут более точный ответ, зачем же все-таки нужна девственность. Или мы узнаем о каких-нибудь ее более значимых функциях. А пока наверняка можно сказать одно. Потеря девственности, безусловно, важный момент в жизни каждого человека. Но возводить кусочек соединительной ткани в культ точно не стоит. Есть вопрос? Вступай в группу научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами. Не надо ждать откровенных признаний. Извините, если я кого-то расстроила. Если хочешь пить, пей до, пей во время, пей после. А креатив можешь оставить на потом. Продолжение следует...